Всем привет, с вами Fallfire, и сегодня я бы хотел поведать о неком британском чудище, которое недавно появился у нас в игре. Поговаривают, что он способен уничтожить всё живое в радиусе поражения его орудия, и выдерживает он попадание аж от самой D25T. И имя его FV4005. Если серьёзно, это британский истребитель танков, который был создан для борьбы с тяжёлыми танками противника. В нашей игре он расположился на боевой рейтинге 6,7, и хотелось бы начать сразу с плюсов, так как минусов в этой самоходке хватает. У нас самая мощная пушка в игре, которая способна уничтожить любой вражеский танк. Однако скорость перезарядки в полминуты не даёт нам так легко и быстро устранять всю вражескую команду. К тому же боекомплект у нас состоит из 12 бронебойно-фугасных снарядов, но в боюме в целом приходилось выстрелить лишь только половину. Пушка имеет углы вертикального склонения от минус 7 до плюс 20 градусов. Впрочем, пушка выпускается и поднимается неплохо, но всё равно из-за больших габаритов танка нам иногда этого не хватает, и приходится вылезать на противника, рискуя самим быть уничтоженным. Говоря о бронировании, то у нас оно фактически отсутствует. Башня имеет бронелист толщиной 14 мм, а корпус у нас от Центуриона, а его максимальное бронирование доходит лишь до 76 мм. Конечно, они там расположены под углом 60 градусов, но это нас не спасает. На данном бояре нас пробивают все танки, даже зенитки. Конечно, мы можем пережить пару попаданий от пушек, даже таких как Д-25Т, всё из-за того, что у нас башня довольно-таки большая, и осколки часто прилетают на вылет, не нанося существенных повреждений. Также экипаж в 5 человек позволяет нам дольше прожить на поле боя. Ну, это, как говорится, как повезёт. Обычно наш танк пытается уничтожить в первую очередь, так как в него легче всего попасть. Размеры нашего танка просто колоссальные, и часто, стоя за укрытием, нельзя просто спрятать нашу башню. Она постоянно выпирает из этого укрытия, и по ней, естественно, попадает. Да, кстати, башня не может совершить полный разворот. Нам доступны лишь примерно 60 градусов от FSC, и этого порой не хватает, особенно если бой ведётся в городских условиях. Ну, благо, сама башня крутится и реагирует довольно быстро. Подвижность нашей самоходки, мягко говоря, не очень. Её максимальная скорость составляет лишь 30 км в час. Конечно, мы держим её уверенно, но по сравнению с другими танками мы постоянно от них отстаём. Наша тактика, выстрелил и забыл. Но на самом деле не всегда получается так выбить танк с первого выстрела. Иногда наш снаряд попадает в самое бронированное место, и просто выбивает все модули, и убивает часть экипажа. Конечно, в таком виде вражеский танк уже не выглядит боеспособным, но приходится на него тратить ещё один снаряд. А у нас в боекомплекте, напомню, 12 снарядов. Лучше всего действовать с союзными танками и вступать в роли тяжёлой поддержки. Что-то похожее на артиллерийскую поддержку, или даже как снайпер, который одним точным выстрелом уничтожает врага. В общем, у нас не получится вести бой с несколькими танками одновременно, если только они не будут стоять все в одном месте, и вы их не накроете одним своим снарядом. В противном случае вы уничтожите лишь одного из них, и уйдёте на долгую перезарядку. А этим временем у врага появится отличный шанс вас уничтожить. Одному действительно очень сложно играть на данной машине, приходится постоянно прятаться, выжидать, продумывать куда дальше поехать и так далее. Лучше всего держаться своих союзных танков, или ещё лучше брать в отряд друзей и играть вместе с ними. Вердикт по FV4005 я вынесу в конце видео. Ну а пока что у нас настало время истории. Вскоре после победы над Германией, Великобритания начала готовиться к возможной войне с Советским Союзом. Для этого ЕП-3БОС новая боевая машина, способная бороться с любой советской бронетехникой, в том числе с новейшими тяжёлыми танками ИС-3, а в перспективе и с новыми, ещё более защищёнными боевыми машинами. Для этого британские конструкторы начали развивать два своих проекта самоходных и артиллерийских установок, с различным вооружением. Первый появился проект FV4004 Conway. Предполагалось, что эта противотанковая самоходка получит 120-мм нарезное орудие L1, но при этом сохранит ряд положительных черт средних танков. Для упрощения работ в качестве основы для FV4004 выбрали серийный средний танк Centurion. От базовой машины истребитель танков получил бронированный корпус, двигатель с трансмиссией и ходовую часть. Однако после переоборудования самоходку бронемашина заметно подяжелела. По различным оценкам, после установки новой башни с орудием большего калибра, боевая масса истребителя танков достигла 55 тонн. Из-за этого скоростные характеристики оставляли желать лучшего. Стоит отметить, что при столкновении САУ FV4004 и танка ИС-3, исход боя бы зависел исключительно от мастерства танкистов, поскольку обе машины могли поражать друг друга на большей дистанции. Еще на стадии начала проектов новых истребителей танков, заказчик предложил оснастить перспективную машину еще более мощным орудием. Самоходка FV4005, в отличие от FV4004, должна была нести пушку калибра 183 мм. Подобное орудие гарантированно могло поражать любые существующие и перспективные танки. Однако установка столь мощной пушки оказалась не слишком простым делом. Во-первых, шасси Центуриона, будучи использованным в проекте, работало бы, что называется, на пределах своих возможностей. Во-вторых, работа экипажа САУ становилась слишком сложной, и нужно было искать некоторые новые решения. Первую проблему решили при помощи новых противоткатных устройств, повышенной эффективности, которые снизили отдачу до приемлемых значений. Однако она по-прежнему была слишком сильной, и поэтому пришлось значительно ограничить сектор горизонтальной наводки. Согласно расчетам, при повороте башни и пушки на угол превышающей допустимой, выстрел мог перевернуть боевую машину. Вторую проблему, касающуюся мощного орудия, решили более интересным оригинальным способом. Поскольку боеприпасы для орудия были слишком тяжелыми, заряжающего освободили от перемещения по боевому отделению. Справа от казенной части поместили барабанный автомат заряжания, а заряжающего сделали его оператором. Интересно, что первые испытания истребитель танков FV-4005 проходил без башенной коробки. По некоторым причинам прототип сперва оснастили лишь нижние части башни, самой пушкой и ряд вспомогательных агрегатов, в том числе автоматом заряжания. Причины этого неизвестны, но в различных источниках называется это как затянувшаяся разработка, так как была необходимость проверить лишь правильность компоновки орудия и оборудования, и лишь потом закрыть их бронированной башней подходящей формы. FV-4005 мог бы гарантированно поражать любой из имеющихся или только разрабатывающихся танков мира на расстоянии в 2, а то и 3 километра. Главной проблемой в таком случае становилась бы лишь точность стрельбы. Оба проекта истребители танков с рекордно мощным вооружением стартовали в начале 50-х годов. Первым на полигон вышла машина FV-4004, однако всего через несколько месяцев после начала испытаний в 51-м году этот проект был закрыт. FV-4005 довели до стадии испытаний только в 55-м. Первые несколько месяцев эта самоходка, как уже говорилось, ездила без броневой защиты башенного оборудования, но в дальнейшем её достроили. Испытание боевой машины продолжалось практически 2 года, но в 1957 году проект FV-4005 тоже закрыли. Вот такая история. Мои впечатления от FV-4005 остались положительными, и мой вердикт в том, что самоходка интересная, но играть на ней в одиночку очень сложно. Так что берите с собой созводных и вперёд пробовать новую машину. На этом у меня всё, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забываем про нашу группу ВКонтакте, ну а я вам желаю, как обычно, лёгких фрагов и чистого неба над головой.